МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отныне эта дата войдет в историю манифутбольной Академии Дины. В этот день наши старшие юноши выиграли золотые медали первенства России. Отдалив на полуфинальной стадии победителя предварительного этапа соревнований Синару, наша команда получила право сыграть в решающем матче. Там нас ждал не менее грозный соперник – «Газпром-Югра». Югорчане на протяжении двух последних сезонов занимали второе место в первенстве, а потому мотивация у обеих команд на финальный матч была запредельной. И, наверное, именно поэтому встреча началась без раскачки. Уже к пятой минуте соперники обменялись забитыми голами. У академиков отличился Роман Ананьев, у «Газпрома» Сергей Денисов. Особенно первый тайм показал, что мы провалили немножко начало игры. Хоть и сравняли быстро, да, вот такой момент был, когда мы пропустили два гола, второй и третий, они, в принципе, получились определяющие в этой игре. После обмена голами игра преимущественно проходила на половине поля югорчан. Наша команда владела заметным территориальным преимуществом, и до перерыва его удалось воплотить в еще два гола. На пятнадцатой минуте капитан академиков Кирилл Буньковский воспользовался передачей Максима Мухуддинова. А под занавес тайма отличился уже сам Мухуддинов. Наш футболист здорово сыграл на опережение и переправил мяч в ворота соперников. 3-1. «Они это чувствовали, что мы ничем, по большому счету, не проигрываем сопернику. Я просто их призывал, чтобы они не останавливались, а продолжали, как говорится, не подстраиваться под соперника, а гнуть свою линию». Установку главного тренера наши футболисты продолжили воплощать в жизнь во втором тайме. Дину ничуть не смутил пропущенный на 22-й минуте гол. Наоборот, он только раззадорил академиков. В середине тайма всего за минуту с небольшим диновцы забили два мяча. Кирилл Буньковский на фланге обыграл оппонента и выдал отличный пас Мухуддинову, который забил свой второй гол в матче. А чуть позже Владимир Санасян нанес мощнейший удар со штрафного. Мяч после отскока от перекладины пересек линию ворот. 5-2. Вскоре команды обменялись голами. Югорчанин Матвей Лямкин сократил отставание своей команды, но затем еще один чудо-выстрел Санасяна восстановил статус-кво. 6-3. Сразу после этого «Газпром» перешел на игру в пять полевых и почти сразу отыграл один мяч. После прострела Конова с левого фланга игровой снаряд попал в ногу Кирилла Буньковского и влетел в наши ворота. До конца основного времени матча оставалось еще целых пять минут, но каждая следующая неудачная атака Югорска приближала нас к заветному успеху. Секунд, наверное, 20 когда было, я уже понимал, что в принципе да, потому что и соперник уже устал, и видно было, что они начали принимать неадекватные немножко решения, я понимал, что они-то больше от безысходности, и поэтому я уже подумал, что да, победа, она уже разворачивается к нам лицом и уже понятно. Счет 6-4 так и не изменился. Не успел прозвучать финальный свисток, как под оглушительный рев трибун Кванта на поле образовалась куча малайс-футболистов и тренеров нашей академии. Спустя долгих шесть лет мы снова завоевали золотые медали первенства страны. Естественно, что победа в чемпионате России среди клуба Суперлиги – это очень важная такая веха в истории академии. Вообще для клуба это очень важно, начать сезон с такой хорошей победы. Может быть, это будет прологом для победы в чемпионате среди команд Суперлиги для основной команды. Я это очень хочу и желаю ребятам достичь также такого успеха. По окончании финального матча прошла церемония награждения победителей и призеров. Лучшим игроком прошедшего первенства был признан югорчанин Сергей Денисов. Однако самого Сергея личная награда обрадовала не сильно. После вручения он едва сдерживал слезы. Я не знаю даже. Может, извиниться только. Я хочу и все. Перед партнером. Больше всего индивидуальных номинаций получили наши футболисты. Александр Борясов был признан лучшим вратарем финала четырех. Максим Мухутинов – лучшим бомбардиром. А Владимир Санасян получил награду как лучший нападающий всего прошедшего первенства. Эмоции только положительные в первую очередь от победы, а личный приз – это уже так. Ну, признали, значит признали, значит заслужил. А так главное то, что мы сегодня выиграли и то, к чему мы шли целый сезон. Были спады, были подъемы и мы сейчас доказали, что мы сильнейшие в России. Самое главное. Лучшим тренером заслуженно был признан наставник победителей Александр Берижнев. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, в правильную дорогу идем, товарищи. Вот, поэтому будем продолжать дальше двигаться вперед и ставить только максимальные цели перед собой. Подчеркнем, что не только наградами Ассоциации мини-футбола России будут отмечены наши академики. Я задам нескромный вопрос, Сергей Анатольевич. Ребятам поощрения какие-то будут за эту победу? Конечно будут, а как же иначе? Не может быть. Они же ведь все-таки такую радость доставили и болельщикам, и клубу. В общем-то, естественно, что мы их поощрим. Финал четырех выигран, но сезон продолжается. Диновцам еще предстоят игры в чемпионате и Кубке Москвы, но к ним команда Александра Берижнева будет готовиться уже в ранге победителей первенства России.